Советская школа подготовки. Это словосочетание 8 раз прозвучало на Комитете по образованию, науке, культуре и молодежной политике регионального парламента. Накануне перед депутатами о деятельности Минспорта читался министр Дмитрий Крикорьянц. Депутаты от КПРФ задавали министру такие вопросы, на которые он не сумел ответить. О деятельности этого ведомства сейчас можно судить по сокращению ставок тренером, об оттоке спортсменов из Омска, о многомиллионных долгах и коррупционных схемах. Подробности далее. Грация, красота и пластика. Перед заседанием, которое прошло в стенах Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, депутатов зарядили эмоциями. Пожалуй, это лучшее спортсооружение региона и здесь регулярно появляются олимпийские чемпионки. Но беда в том, что все прославленные гимнастки после карьеры не остаются в родном Омске, уезжают в другие регионы. Так сделает, скорее всего, и биатлонист Игорь Малиновский. В Тюмени ему предлагают квартиру и зарплату. Омский Минспорт бедствует и с ситуацией давно смирился. Хотя в среднем омские спортсмены и выигрывают около 900 медалей различного достоинства на соревнованиях разного уровня, проблем предостаточно. Пожалуй, главная тема последних лет – это долги волейбольного клуба «Амичка». Напомню, последним генеральным директором клуба была жена действующего министра Ольга Крикорьянц. Почти 70 человек до сих пор не рассчитаны. Долг – 12,5 миллионов рублей. И эта тема очень сильно не нравится министру. Идут суды, которые, ну, наверное, в конце концов, решением судов будет определение того источника, который будет гасить вот эти долги по заработной плате. В чем вопрос? Я не совсем понимаю. Не совсем понимает Дмитрий Крикорьянц и то, почему урезают бюджет. За последние годы правительством Омской области не построено ни одного крупного спортивного объекта. «Напряженная ситуация с летним оздоровлением детей. Умирают виды спорта. Гордиться ведомству особенно-то и нечем». Министр спорта ведет себя противоречиво и даже как-то странно, я бы сказал. Нам он жалуется на безденежье, но когда наша фракция вносит поправки в бюджет на увеличение спорта и на оздоровление детей, то он отмалчивается. Как будто ему это и не надо вовсе. И вообще наш Минспорт постоянно в скандалах замечен. Вот, к примеру, из последних. На днях завершился чемпионат России по биатлону, и там наш единственный представитель не только занял место в седьмом десятке, но и стал фигурантом чудовищного случая. Его задержала полиция. У него нашли спортивные патроны. Он собирался ходить домой, проходил через металлоискатели и запищали спортивные патроны. Парень не виноват в этом. Он не знал, он был без тренера. Виновата наша система, виноват наш Минспорт, который допускает такое разгильдяйство. По сути, там творится полная безответственность. Во время заседания комитета чиновники, руководители учреждений и тренеры признавались, лучше советской школы подготовки нет ничего и не будет. Ну а ситуации с невыплатой долгов игрокам и сотрудникам Амички уже занимаются в Генеральной прокуратуре и Следственном комитете. Есть основания полагать, что зарплату игроки все же получат, а те, кто причастен к нарушениям закона, будут привлечены к ответственности.